МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Центре внимания Совбеза обновленный проект нормативного акта. Он связан с вопросами оценки состояния национальной безопасности. Учитывая значимость документа, было решено обсудить его именно в таком формате. Это логичный шаг после принятия новой концепции безопасности. По сути, ее неотъемлемая часть. Ввиду специфики обсуждаемого вопроса, содержимое документа не обнародуется. Но каждый в зале в рамках своей компетенции был задействован в его подготовке. Концепция утверждена. Наши национальные стратегические интересы, угрозы, приоритетные направления, их нейтрализации, общее видение дальнейшего развития в сфере безопасности у нас также определены. Здесь все предельно ясно. Республика Беларусь – мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто, в отличие от других стран, доводим наши подходы всем. Ну и кто хочет это слышать, тот услышит. Ну даже если и не хочет. Мы также говорили о том, что только закрепить отдельное положение в нормативных правовых актах недостаточно. Пришло время внедрить эти подходы в практику. То есть мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее. Военная безопасность, экономика, социальная, политическая сфера и другие. Без прикрас, максимально выверено и объективно. Главное требование президента – никакого формализма. Упрощаться в этом вопросе нельзя. На кону будущее нашей страны, наша безопасность. Польские военные получат право свободнее применять огнестрельное оружие в случае угрозы на границе, заявил заместитель министра обороны страны. По словам Томчика, нововведение является жизненно важным и диктуется якобы проявлением жестокости со стороны мигрантов. Для увеличения числа случаев стрельбы на границе, Варшава планирует даже изменить уголовный кодекс страны, чтобы прекратить преследование военнослужащих и пограничников, которые нарушили нормы применения оружия. Миграционный кризис предвещает и распад Евросоюза. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Дущик. Если ситуация не разрешится, то один за другим члены ЕС будут отказываться от шенгенской зоны. А вместе с этим иссякнут и аргументы в пользу дальнейшего существования Евросоюза. Дущик отметил, что первым шагом на пути к развалу ЕС станет скорое введение пограничного контроля, а спустя 10-15 лет европейское сообщество перестанет существовать. Недетские игры. В Минске за совращение 9-летнего мальчика задержан рабочий одного из предприятий. Установлено, что 43-летний мужчина познакомился со школьником из соседнего подъезда. Он приглашал несовершеннолетнего к себе в гости, чтобы поиграть с ним в компьютерные игры. Потом стало известно, что на протяжении 3-х лет таких игр заводчанин совершал действия сексуального характера в отношении мальчика. Пока об этом не стало известно взрослым. Преступление сотрудникам стало известно в ходе проведения комплекса оперативно-рассынных мероприятий. Уважаемые родители, контролируйте круг общения детей, установите доверительное отношение с ребенком. А если вам стало известно преступление, незамедлительно сообщите об этом в милицию. Возбуждено уголовное дело. Милиция проверяет причастность задержанного к другим таким же преступлениям. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.